Хасан работает совсем в другой сфере, далекой от искусства. Он является руководителем отдела просвещения при Муфтияти Дагестана в Кумтар-Калинском районе. Но 10 лет назад Хасан всерьез увлекся каллиграфией, и когда есть свободное время, всецело посвящает себя своему любимому делу. Для начала, у меня как бы было с самого детства влечение в рисование. С детства рисовал, ходил немного даже на художественную, рисовал портреты людей. И вот после того, как поступил в Мадресе, уже даже будучи вообще не зная арабский язык, но все равно мне понравился именно этой каллиграфии. И просто, как бы сказать, для интереса так начал практиковать, писать, просто как для интереса, потому что привыкший был рисовать, что-то делать. И вот так как бы пошло, 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 и уже на такой уровень поднялось. Его работы выполнены арабским письмом и могут содержать слово, выражение или аят из священного Корана. Идею подает сам арабский язык, и замысловатая вязь графических символов превращается в произведение искусства. Сам арабский язык, это уже как бы ты что-то доносишь для человека. Художники, допустим, они какую-то картину там что-то делают, да, у них бывает какая-то цель, а это же арабский язык, он так как бы язык Корана, и уже сам, можно сказать, доносит уже что-то для людей. Проанпакование, то есть даже просто обычную цитату написать даже, красиво уже хватает даже, можно сказать. Занятие это не из простых, признается Хасан. Каждая работа требует от автора высокой точности, аккуратности и терпения. В арабском алфавите более 20 различных шрифтов, имеющих особое начертание. Самым распространенным является НАСХ – горизонтальный строгий почерк с тонкими линиями и округлыми формами букв. Был даже вот такой, пока мадрес я учился, один почерк, который мне очень сильно понравился, вот которым Коран написан, да, вот почерк называется НАСХ. И также в интернете я просто увидел, как один иранец, он обычной шариковой ручкой, вот в точности, как Коране мог писать. Вот это мне понравилось, и мне ровно год, учитывая, что почти каждый день писал, ровно год ушло, чтобы вот так научиться это писать. То есть это как бы, да, такой трудоемкий процесс, и да, и зависит, конечно, от терпения человека и желания. Вдохновение часто приходит к нему уже во время самой работы, поэтому символы и новые формы буквенных сочетаний рождаются в голове Хасана практически на ходу. Бывают моменты, да, вот когда что-то, идея в голову пришла нарисовать, вот в каком-то стиле что-то нарисовать, да, бывает, если такая идея пришла, уже ты не уснешь, пока вот это не нарисуешь. Такое бывает моменты. А в основном, если честно, нет такого прям вдохновения, что-то вот с какой-то целью. Просто вот как бы идея, как в голову пришла нарисовать какую-нибудь красивую картину и рисую. А еще парень использует каллиграфический прием, позволяющий рисовать живых существ, как сумму арабских букв, переплетенные в нечто наподобие контуров животного. Но чаще всего Хасан пишет хадисы с глубоким смыслом, который можно передать рисунком и в то же время прочитать. «Особых секретов успеха нет, говорит Хасан. Усидчивость, желание и стремление. Без этих качеств не поможет в этой кропотливой работе даже художественный талант». Совсем недавно его творения впервые были представлены на выставке в Махачкале, но это лишь начало пути. И в будущем Хасан Хельмий намерен удивить и порадовать новыми работами всех ценителей каллиграфического искусства.